С выходом Казадампрома на IPO цены на уран достигли максимума за последние два года. Отечественный производитель урана уже обзавелся инвесторами, которые готовы приобрести 15% акций на лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает международное деловое издание Financial Times. На торгах Казадампром планирует привлечь до 600 миллионов долларов. Отмечу, листинг компании пришелся на период восстановления цен на уран. Этому поспособствовали, по мнению аналитиков, закрытие ряда шахт и ожидаемый рост спроса на сырье со стороны Китая. Напомню, в конце октября Казадампром официально объявил о старте IPO на лондонской фондовой бирже. Цена за одну акцию компании установлена в диапазоне от 11 до 15 долларов. Новый продукт ипотечного кредитования появится на рынке Казахстана. Жилстрой Сбербанк заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией о разработке новых кредитных инструментов. В октябре этого года Казахстанский банк побил исторический рекорд, выдав 4,5 тысячам казахстанцам ипотечные займы. Благодаря сотрудничеству с Международной финансовой корпорацией банк планирует выйти на мировой уровень. Это привлечет дополнительные инвестиции и поможет внедрить новые инструменты для решения жилищного вопроса в Казахстане. Разработка нового кредитного продукта будет состоять из нескольких этапов и завершится к концу 2019 года. За это время международные эксперты проведут анализ текущей работы изберегательного банка, сделают сегментацию клиентской базы и определят потребности казахстанцев. На основе этих данных как раз и будет преобразована продуктовая линейка бизнес-процессы Казахстанского банка, а также разработан новый кредитный продукт. Пересев со служебных автомобилей на такси, сотрудникам Акимата удалось сэкономить 25,5 миллиона тенге бюджетных средств. Напомню, в городской администрации в сентябре отказались от служебных авто. Аким Астаны, его заместители, а также Акимы районов арендуют автомобили, которые принадлежат таксопаркам. В соответствии с условиями договора водители такси не ждут чиновников, а пребывают в течение 15 минут с момента поступления заказа. Стоимость поездки при этом определяется общегородским тарифом. В среднем она обходится госслужащим 800 тенге. День сотрудники Акимата совершают от 10 до 20 поездок. В основном это рабочие объезды районов города, выезды на объекты строительства, поездки в другие государственные органы. Ожидается, что от отказа приобретение автомобиля и переход на такси позволят сэкономить около 1 миллиарда тенге. Эти деньги пойдут на поддержку социальных проектов. Завершая выпуск, по традиции информации с казахстанской фондовой биржи, среднеизвешенный курс американской валюты по итогам последней сессии составил 371 тенге 0,8 тен. Это были все новости к этому часу. Арастан. Экономия Акиматом только за несколько месяцев 25, более 25 миллионов тенге – это верный путь к хорошей работе. Спасибо. Зарин Бесембина была с деловыми новостями. Субтитры создавал DimaTorzok